МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа калейдоскоп. И вновь после небольшого перерыва мы готовы рассказать вам о самых интересных фактах и событиях, связанных с жизнью нашего города без политики. В начале программы хотелось бы поговорить о предстоящем крупном театральном фестивале «Зеркало сцены», который стартует в нашем городе 24 октября. В нем примут участие 4 Рязанских театра. И сегодня мы начинаем знакомство с этими театральными коллективами, а также с постановками, которые будут представлены на суд компетентного жюри. Итак, первый участник – Рязанский областной театр «Кукол». Каждый сезон Рязанский областной театр «Кукол» радует нас новыми яркими спектаклями, которые с удовольствием смотрят и дети, и их родители. Теперь же пришло время сыграть их перед опытным жюри. На фестиваль «Зеркало сцены» было решено представить две постановки. Одна из них – детский добрый спектакль «Кошкин дом». Очень красивый и очень классный спектакль для деток. Наверное, затрагивает, по моему мнению, затрагивает самую важную тему сегодняшней жизни. Для меня так, по крайней мере, мне кажется, особенно детям в сегодняшнем времени не хватает именно этой темы, которую он затрагивает. Эта тема называется «Милосердие». Второй спектакль, выбранный для фестиваля – постановка Олега Жукшты. «Снился мне сад в подвенечном уборе». Спектакль очень живой. И зрители его воспринимают просто на ура. Это, знаете, вот в сложные наши времена, во времена кризисов, всяких житейских неурядиц, этот спектакль помогает как-то выйти из вот этого мутного времени и забыть. Хотя бы на два часа забыть и получить удовольствие и какое-то счастье. О предстоящем конкурсе все артисты говорят очень спокойно. По сути, для них это просто часть их каждодневной любимой работы. Мы же не будем работать лучше на конкурс, чем обычно на зрителей. Иначе тогда сама профессия артиста не имеет смысла никакого. То есть работать на какие-то медали или на что бы то ни было, чем на рядового зрителя – это нелепо. Мы желаем удачи нашему любимому театру «Кукол», ну а вас продолжаем знакомить с участниками фестиваля. И, конечно же, среди них Рязанский театр драмы. «Король лир», «Чайка», «Судьба человека» – вот такую подборку спектаклей, поставленных по классическим произведениям, предстоит увидеть в жюри фестиваля «Зеркало сцены». Конечно же, классика в первую очередь. Это основа театра, так сказать. Есть же пьесы, приходящие и уходящие, однодневки так называемые. Есть пьесы, которые нужны просто для кассы, а есть основы – Шекспир, Чехов, Островский, ну и так далее. Это наша база, это, конечно, все это. И самые удачные спектакли тоже. Можно ведь и Шекспира поставить так, что не все поймут. Актеры театра ждут конкурсы с некоторой долей волнения. И тем не менее отмечают, что для них он будет связан в первую очередь с профессиональным праздником. Эта возможность выйти не в образе, а в красивом платье, такой, какая ты есть. А то, что судят, критики, выдают премию, ну это нужно. Это обязательно нужно, потому что, ну, я не знаю такого актера, которому бы не хотелось получить награду, чтобы его похвалили, чтобы его отметили. Да, это не самое главное, из этого не делаешь трагедию, если ты не получила, если тебя не отметили, потому что у тебя все равно есть роль. Это гораздо важнее и больше наград. В следующем выпуске мы познакомимся еще с двумя участниками фестиваля «Зеркало сцены». Ну а сейчас я предлагаю поговорить о новой выставке замечательного скульптора Раисы Лысениной, которая открылась 16 октября в Музее истории молодежного движения. Имя Раисы Лысениной знакомо каждому, кто интересуется искусством. Заслуженный художник Российской Федерации, почетный член Российской Академии художеств, талантливый скульптор, чьи работы известны далеко за пределами России. Ее первая персональная выставка в Рязани прошла в 87-м году в залах Музея истории молодежного движения. И вот теперь в юбилейный для Раисы Алексеевны год здесь открывается очередная обширная экспозиция, на которой можно увидеть работы, созданные художником за последние 30 лет. Нам посчастливилось побывать на этапе, когда выставка только готовилась к открытию. Легкая незавершенность экспозиции, отсутствие лоска позволило нам иначе взглянуть на представленные работы. А путешествие по залам Музея превратилось для нас в своеобразную экскурсию по творчеству Раисы Лысениной, где можно познакомиться с необычными формами, узнать о глубоком философском смысле, сокрытом в каждой скульптуре, рассмотреть необычное сочетание материалов. Стекло, дерево, камень, бронза, зеркало в симбиозе создают абсолютно невероятные образы. Иногда формы этих материалов сами по себе представляют изобретение искусства, созданное природой. А задача автора состоит в том, чтобы его рассмотреть. Лежит камень, вот 10 раз его пнешь ногой, да, а на 21-й увидишь скульптуру. Примерно так родилась одна из недавних работ скульптора «Полет к детству». Я в кузне, а железок много, они все интересные, и лежит на полу, а она как-то, как это же, скореженная. Она какая-то вот засов, обыкновенный засов, который, ну, привлекла мне внимание. Вот я ее повесила в себе в мастерскую, она мне висела на гвозе, думаю, что она у меня висит. И вроде как какая-то интересная, и вроде как что. Я не знаю, что произошло, но я ее как-то взяла, положила на пол. В основном, вот, чаще всего раскладываешь на пол, чтобы все это видно было. И, мама дорогая, так это же женская фигура летящая. Все анатомически правильное. Колени, груди, изгиб самого тела, руки. Мне осталось только голову сделать. Во втором зале представлены скульптуры, посвященные Афгану, павшим воинам, репрессированным священникам. Центральной работой этого зала является композиция под названием «Беслан без слов». Она родилась тогда, когда скульптор работала над бюстом подполковнику Олегу Ильину, который одним из первых погиб при освобождении заложников в Беслане. Было очень много школьных рам. Они мощные, объемные, я просто стекла для графики, старые рамы. И вдруг вот они у меня сложились, вот в такой вот какой-то хаос. И с другой стороны это уже все равно, оно какое-то вот вырастает. Уже понятно, что это ручка от окна, это шпиндель оконный старый, вот кованая деталь, как бы ограда. И потом, когда я посмотрела, интуитивно, маска Ильина, центр которой вот стал, даже я не стала шов убирать. Вот это вот такая, она не как трещина, как рана. В общем, тоже не стала ее зашлифовывать. Вот эта вот маска, именно его, стала центром соединения вот этой жизни, разрушенной жизни. Часть школьной доски, где тоже отломанная доска, где детишки, первый раз, что они выписывают? Первый сентября, день сентября, я сама еще помню, когда это писала, с ошибкой там, как. Вот, вот как-то оно сложилось в это. И потом я вижу репортаж, где весь пол этого спортзала, он усеян сломанными рамами оконными. Просто вот они тут, вот они лежат, такое чувство, что прям я их вот взяла и выстроила. Ну а в центре этой работы будет поставлена гранитная плита с сухим текстом указа о присвоении подполковнику Ильину звания Героя Российской Федерации посмертно. Я ее здесь санитировала. То есть я намеренно ее сделала вот такой вот чистой, мертвой. То есть ее можно тоже сделать было живым. Камень там где-то подтащить, подрубить, там вот как лис завернуть. Вот это вот. То есть соединение мертвой жизни и живой еще смерти. Третий зал посвящен православной теме. Здесь такие известные работы Раисы Лысениной, как «Поцелуй Иуды», «Вербное воскресенье» и одна из последних скульптур «Четыре игумени». Последний зал является олицетворением мастерской скульптора. Здесь инструменты, эскизы автора и две неоконченные работы. Среди них необычная и удивительная композиция – «Одиночество в городе». Картон, обклеенный рекламными объявлениями, олицетворяет уродливые городские дома, поток грязной и ненужной информации. А среди этого хаоса – одинокая фигура ангела. Пожалуй, этот последний зал говорит о том, что у Раисы Лысениной еще масса идей, воплощения которых мы все с нетерпением будем ждать. Ну а теперь я приглашаю вас еще раз посетить вместе с нами клуб социальных танцев «Блэк энд Уайт» и познакомиться еще с двумя зажигательными танцевальными направлениями. О клубе социальных танцев «Блэк энд Уайт», который не так давно открылся в нашем городе, мы уже рассказывали в одном из выпусков нашей программы. Тогда же мы познакомились с очаровательным Лусяна, который преподает в клубе «Зажигательную сембу». Но это далеко не единственный танец, которому здесь можно обучиться. Преподаватели клуба готовы научить вас романтичной кизомби и чувственной бачате. Первые упоминания этого танца относятся к началу 20 века, но официально данное направление латиноамериканских танцев появилось только в 60-х годах в Доминиканской республике. Считается, что бачата исполнялась в период сложной политической ситуации в стране и являлась своеобразным антидепрессантом. Ее танцевали под грустные песни о нелегкой жизни простого народа. Не удивительно, что у танца появилось второе название – «Песнь горечи». Но со временем песни перестали быть печальными, ритмы музыки ускорились, и танец стал популярным во всем мире. Преподаватель бачата в клубе «Блэк энд Уайт» Карина танцами занимается уже около 13 лет. Сначала это были вальные танцы, потом современные, но себя девушка нашла именно в бачате. Когда занималась хип-хопом, я поняла, что мне нужны парные танцы, потому что мне нравится именно взаимодействовать с людьми в танце. А в бачате можно показать свою женственность, быть девочкой, в отличие от других стилей. Сегодня Карина с удовольствием обучает бачате. Как и все социальные танцы, она довольно проста в исполнении, но несмотря на эту простоту, бачата развивают чувство ритма и пластичность. Так что вы будете чувствовать себя комфортно, в том числе и на клубном танцполе. И не стоит думать, что бачата – танец исключительно для темпераментных людей. Посоветовала бы всем, потому что темпераментные, у них и так энергия прет, они как бы смогут. А для скромных я вообще сама по себе скромная натура, и вот как раз мне бачата именно помогла себя раскрыть, потому что до этого я была такая скромная девочка, а вот именно в бачате я могу себя раскрыть, показать, какая я на самом деле. Кизомба – танец менее известный, по крайней мере, в нашем городе, но не менее красивый, чувственный и романтичный. Танец, как и все остальные схожие парные, он очень чувственный, он основан на коннекте, на взаимодействии внутри пары. То есть, когда ты танцуешь, ты, в принципе, отрешаешься от всего мира и только взаимодействуешь с партнером. Очень красивая и интересная музыка, которую просто даже приятно слушать дома, где-то сидя в кафе. Этот танец еще называют африканским танго. Однако, в отличие от своего аргентинского собрата, в Кизомбе нет сложных поддержек. Здесь вообще все довольно просто, как и в любом социальном танце. Первые шаги разучиваются легко, и очень скоро вы начнете испытывать восторг от того, что вам подвластен такой красивый танец. Людям это нравится, они очень интересно наблюдать, как люди приходят в этот танец, развиваются, и они начинают меняться не только, не только их танцевание начинает меняться, но и люди меняются в жизни. То есть, их меняется отношение к жизни, их поведение в жизни. Это очень четко видно, когда человек прозанимался определенное время. Потому что танец – это жизнь, и он отражается на нашей жизни, так же, как и жизнь на танце. Если вы хотите научиться этим прекрасным танцам, то самое время позвонить по телефону 99-22-69 и узнать расписание занятий в Клубе социальных танцев Black & White. Здесь вы научитесь не только пластично двигаться, но и обретете новых друзей. На этом наша программа подходит к концу. Но если вы хотите принять в ней участие, звоните по телефону, указанному на экране. Мы же увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова